Всем здарова, народ! Сегодня мы сразу начинаем с суеты, прямо из матча стартуем данный видеоролик. Значит, как вы знаете, сейчас проходит у меня челлендж в минимальном гире Регу за Анхоли ДК Солоки, за гибрид ДК Регу 1х1, и сегодня у нас выпуск, посвященный каточкам 1х1, играем против Фрост Мага. Ну, за гибрид, на самом деле, против Фроста играть не очень сложно, главное не упарываться слишком сильно, в поле не выходить, станы руты не ловить и от зеленки отыгрывать. Все, на этом, по сути, игра для Фрост Мага должна быть закончена. Если вы не даете ему вас ваншотнуть, то на долгой дистанции, конечно же, у Фроста не хватает ресурсов, чтобы данный бой поддерживать, ведь он постоянно гнет от доток, вы на него накидываете и немоту еще иногда, он на это тратит обычно глыбу, ну и после этого вы просто убегаете, от зеленки отыгрываете, он вас пробить не может. Вы-то хилиться нормально можете в гибрид ДКшнике, а он во Фросте не очень хорошо хилится. Вторая котеечка, здесь мы играем против анхоли ДКшника, если помните данного персонажа, это тот самый чувачок, который попал у меня в выпуск, животные тоже играют в ВОВ, довольно забавный. Оставляю вам подсказку в правом верхнем углу, можете перейти посмотреть. Ну и вот, это второе или третье противостояние у меня с данным оппонентом, изначально он мне попался, когда тоже бегал в гибриде, у него выиграть бой не получилось, он спекнулся у анхолика и вот попался у меня, когда он уже играет за анхоли ДКшника. Ну, мне кажется, что анхолик посильнее гибрида все-таки будет в битве 1х1, потому что у гибрида нету бурстового дэмэджа и не хватает возможности, чтобы анхолика пробить, если анхолик, конечно, не ошибается. А вот анхолик за счет гаргули все-таки может заберстить гибридыча, несмотря на весь огромный потенциал самохилу. Ну и в целом хилу. Короче, за анхолика главное во время гарги убить гибридыча. Ну или, по крайней мере, настолько сильного просадить, чтобы он все свои сейвы отдал. Но данный чувачок, видите, насколько плохо призвал гаргулю, практически бездарно. То есть он меня не гриппнул к себе даже, гаргули у него слишком долго до меня летело, я от нее убежал, и даже несмотря на то, что у меня сейчас в КД антимагический панцирь, все равно я слишком много времени задоджил уже от гарги, я на нее не моту накидываю, и вот чувачок просто не выдержал, левнул. В общем, да, тут, конечно, нашибся. Призывом гарги. Была критическая, не выдержал такого позора, решил левнуть. Третья готичка, играем против ШП. Представь, неприятное противостояние, если ты играешь за гибридыча, потому что у тебя нету перерождения, ты его не качаешь, поскольку у тебя ветка фроста не прокачана в талантах. ШПшник может диспелить замедление, ШПшник может диспелить кровавую метку, ШПшник может постоянно сам себя хилить, у него мана регенится в тучке и так далее. В общем, да, неприятный оппонент. Порезом его пробить очень сложно, очень сложно, потому что, опять же, нету брустового дэмажа, прям такого туннельного, огромного, и не хватает возможности, чтобы ШПшника сильно туннелить. У ШПшника проблемы с классами, которые его очень быстро убивают. Опять же, если вы играете за анхолика, то вообще ноль проблем убить ШПшника. Тупо ноль. Ты в него врываешься, призываешь горгуль, он нажимает тучку, тучка заканчивается, ШПшник умирает, все. Он тебя один раз заферял, ты это перерождением задиспелил, он тебя застанил, ты тринкетом задиспелил, ну все, и потом просто убиваешь этого ШПшника. Загибрид еще так сделать нельзя, потому что, как минимум, в контроле ты постоишь из-за того, что нет перерождения, и у тебя не хватит. Ну, у тебя одним тринкетом ты не можешь и стан эфир задиспелить. Невозможно. Логично. Это первый момент. Во-вторых, нету горгуль, нету брустового дэмажа, поэтому ШПшник спокойно от тучки до тучки живет. Ну и здесь в идеале как-то на ресурсы его пробивать, вурдалака в идеале взрывать, а не съедать, потому что если вы его не будете... Я не знаю, они просто ливают. Они просто ливают. Я ничего не могу с этим поделать. Актеры, получается. Актеры. Ну вот, я не говорю. Если вы будете взрывать питомца, то дэмажа будет дополнительного, по сути, хватать. Если вы будете использовать пета, чтобы хилиться через метеальный союз, то дэмажа не хватит. И это невыигрышная стратегия против ШПшников. Следующий у нас противник это Вар. Я его подстанил и гриппнул к себе, чтобы он рывок не смог нажать. У него нет уже дополнительной энергии, дополнительной ярости на самом старте боя. Ну и все. Накидываем на него дотки и начинаем лосать пиларчик. Облизывать его постоянно по кругу бегая. Это вот такой вот геймплей против Варыча. Да, он неприятный. Но если вы упоритесь прям в Вар и начнете с ним сражаться, до конечной, до победы, он может вас все-таки задамажить, перебрустить и убить. А если вы накидываете на него дотки, накидываете, я не знаю, там дополнительно замедление за счет оков и раскидываете лужу за счет удара чумы, все, Вар вас не догоняет. Возможностей для захила у него очень мало. И вот так вот вы его высушиваете, высушиваете, высушиваете. Чуть-чуть подрались, убежали, подхилились, а Вар в это время гниет от доток. Еще разок и по кругу. Все. Бегаете вокруг пилара, по кругу делаете вот этот вот ритуал с дотками, замедлениями и сам ахиллом. И у Вара вообще нет возможности как-то, я не знаю, выжить в такой ситуации. Нам. Сетапчик ДК против Вара всегда выигрышный у ДКшника. Тут уж ничего не поделать. Единственный способ у Вара победить, это вас заберстить очень быстро, вот прям моментально, ваншотно считаете. Но опять же, сделать это тоже очень сложно, когда ты играешь за воина. Потому что у ДКшника есть и дефательная стойка в виде стойки льда, и незыблемость льда, которая понижает по вам урон, и стана еще не дает на вас накинуть, и смертельный союз у питомца можете съесть. Все. Вара-то просто тупо не пробивает. Если вы играете в гибриде, то вы еще и кровавую метку накидываете, опять же, под вихрь, допустим, дополнительно, и все. Вар вас бьет, вар вас при этом уже и хилит, задиспелить метку он как-то не может сам себя. И ему ничего не остается, кроме как гнить. Вот он так вот и гниет. На самом деле, я бы на варах не участвовал бы в данных сражениях, просто болевал сразу. Ну, потому что литерли невозможно победить. Ты что бы ни делал на войне, победить ты не можешь, только если противник какой-нибудь обоба, новичок, не знает, что нужно делать. Тогда да, тогда победить можно. Но опять же, это становится понятно в первые 5-10 секунд боя, и после этого уже можно ловить тельтушку, когда ты попался против плюс-минус хотя бы адекватного ДКшника. Но данный варыч не сдается. Смотри, клевать не хочет. Хочет играть до победной, до конечной. Похвально, похвально. Действительно воин. Но воин был повержен. Следующая котечка. Кстати, снова он у нас попался. Не повезло, не повезло пацанчику. Посмотрим, что будет делать в этот раз. В идеале, конечно, если вы хотите прям душно играть, прям максимально эффективно, то лучше вару не давать нажимать все-таки рывок. Опять же, у меня второй раз получилось это сделать. Я его подстанил пэтом, подошел к нему в упор, все, рывок он нажать не может, ярости дополнительной у него нету. А он еще и тринкет потратил на мой стан потомцем. Не, ну в целом, а на что ему еще тринкет тратить? Это-то нормально, да. Потому что больше особо тринкет здесь воину держать смысла вообще никакого нет. Ну вот видишь, насколько больно на самом-то деле он меня пробивает. То есть вот я с ним решил подраться, я был и в стойке льда. Когда нажал вихрь, я нажал не заибку. И все равно, все равно дэмэджи нормально у него. Хватило, чтобы меня просадить на пол хпшки. Но тем не менее, я опять же, съел тритомца через смертельный союз, нажал захват рун, все, у меня фулл хп. А у меня еще и кровавая метка даже не потрачена. А воин все свои ресурсы для хила уже потратил. Несправедлива жизнь варычей, когда они играют против дэкашников. Ну поэтому и надо регать салоку. Режим 3 на 3. Там хоть как-то можно по балансу адекватно себя чувствовать. Только не салоку я неправильно вырежался, а режим 3 на 3. Заранее заготовленный. Носируйте, такого нету. И это печально. Потому что ты не можешь сам себе с этапа добрать, нормальный, играбельный, сбалансированный. И регать 3 на 3. Поэтому даже салока режим все равно рандомный. Дефительная стойка, отражение заклинаний. В отражение заклинаний можете закидывать кик в заморозку разума спокойно. Вы закидываете заморозку разума, на вас это никак не влияет, а отражение заклинаний вы свара уже как бы снимаете, и все. После заморозки разума можете кидать любой спелл, который хотите. Так вот это работает. На самом деле, я не знаю, не выдерживают противники. На моем бусте находится уже больше 30 видосов, из которых 10 это гайды на различные спеки и классы. Также имеются гайды по моим пвпшным аддонам и настройкам интерфейса. Причем контент на бусте я записываю как по 3.3.5, так и по актуалу. Все видосы и гайды структурированы и находятся в разделе об авторе с прямыми ссылками на них. И все это вам будет доступно по подписке, которая в месяц стоит дешевле, чем кружка кофе. Поэтому переходите, знакомьтесь с контентом и подписывайтесь. Ну а что поделать? Максимально душно. По ресурсам его пробиваете, не агрессируете, слишком не упарываетесь и это ваша победная стратегия. На гибриде все равно вы не можете бой закончить быстро, у вас нету брустового урона. Поэтому нужно играть в долгую. На самом деле, мне такой геймплей не очень нравится. Опять же, я бы лучше играл за Блад ДКшник, у которого огромный брустовой урон. Причем и постоянный. То есть у вас, когда есть танцующие ироническое оружие, это ваш пик, да? Это ваш бурст. Но когда у вас нету танцующего иронического оружия, вы просто ударом в сердце также очень солидно дамажите. Вообще немало. Против нас сейчас попался друид, при этом друид-баланс, совух. Против него хочется играть всегда под зеленкой, опять же. Потому что если вы потратите зеленку, а он нажмет потом этот лунный огонь свой, не лунный, а звездный огонь, или как он там называется? Звездный поток. Когда, в общем, звездопад вовсе, я вспомнил. Звездопад. Когда он звездопад нажимает, все, у вас может все лицо улететь. И вам придется либо сайвы какие-то отдавать, либо все-таки лучше подождать зеленку и именно под зеленкой уже играть против совухича. Принимать его звездопадыч. На самом деле, когда он нажимает звездопад, а вы нажимаете зеленку, этот О, видели, да? Классно сделана текстурка. Я сначала не мог в него нажать оковы, хотя, казалось бы, должен был мочь. А он в меня нажал свое откидывание, и все равно не прошло, потому что по факту я был за невидимой текстурой, за стеной. Вот и думайте. Фишечка вам. Возле данного пилара невидимая текстура существует. Запоминайте. Ну вот, если, в общем, совух нажимает звездопад, а вы тыкаете зеленку, вы не только демэдж нивелируете, но еще и бесконечное количество силы рун себе регените. Пока его звездопад действует, он его отменить может, конечно, но обычно они так не делают. И вы под фулл зеленкой просто себе там 3-4 кайла зарабатываете сверху. Огромное количество ресурсов он вам регенит своим звездопадом. Поэтому вы его сильную сторону нивелируете и перерабатываете в плюс для себя. Вот и думайте. Пытается бегать. Друидыч ждет своего часа, чтобы пробурститься. Но опять же, поскольку друиды могут самохилиться, это тоже бой такой неприятный. Вот он нажимает звездопад, и я клацаю зеленку. Теперь посмотри, насколько у меня много сил рун регенится просто. Видишь? Она просто бесконечная становится. Можно спамить кайлами и радоваться жизни. Таким образом мы переживаем по сути весь его бурст. Зарабатываем себе бесконечную силу рун, организовываем проспамку кайлами ему в лицо, пробиваем довольно сильно и симпатично. Если не хватает демеджа и нужно прямо дожать, нажимаем туда немоту, накидываем релик на антихил, если он у нас умеется. Усиление ругического оружия можно клацнуть, чтобы опять же силу рун заработать, руна откадежить. Ну и уже добиваем. Друидыча. Следующая каточка. Вот это мастодонт. Противничка. Паладина. Мистер Паладина. Неважно, протик это или ретрик. Ну, на самом деле, ладно, важно. Против ретрика на гибриды еще очень сложно играть. Против протика тоже очень сложно, но чуть-чуть поменьше. Вообще, на самом деле, паладины нас аннигилируют очень сильно. Мы их пробить вообще никак не можем. У них огромное сопротивление. Даже если вы там раскачали себе пенетру и так далее, все равно у вас демеджа по ним не хватает. Они постоянно под щитами, постоянно хилятся, постоянно вас дамажат, прессингуют. Если они нажимают фридом, то вы их замедлить не можете, только подстанет вурдалаком и так далее, и так далее. В общем, максимально неприятные, конечно, противнички. Они вампирятся как об вас, так и от вашего вурдалака могут вампириться, поэтому лучше, на самом-то деле, вурдалака возле них рядом не держать. Постоянно пытайтесь его станеть пэтом, допустим, взорвать пэта после этого. Все. А то начинают паладины его автоатаковать и через печать хилятся дополнительно. Это вам вообще не нужно. Поэтому, да, в идеале, конечно, забайтить паладина на фридом, после фридома подстанет паладина и под этот стан еще пэта взорвать, чтобы нанести дополнительный дэмэдж и от пэта избавиться, поскольку он вам больше не нужен. Если пэт не взорван и находится рядом с паладином, он только помощь паладину организовывает. Пошел бурст от палыча, нажимает в меня стан, нажимает крылья. Возможно, можно было тринькануть, но я такой подумал, не, не в этот раз, не буду. Лучше оставлю на попозже, потому что я видел, что он стан уже в меня нажал, но вот прям фуловый заезд у него так не получился организовать. У него немножечко с запозданием все это произошло, плюс у меня еще есть кровавая метка. Я такой думаю, ладно, стан придержим. Стан придержим и не зря. Видите, я фуловый, все, у него не получилось прям меня там пробить на три четверти хп и так далее. Плюс я был под стойкой все-таки льда, я был в дефательной стойке, и у Паладиныча не получилось как-то меня прям очень мощно пробить. И вот сейчас я понимаю, что бурста у него точно нету. Клацаю, соответственно, стойку анхолика, клацаю зеленку и начинаю дамажить Палыча со всей своей яростью и нистовостью. Но, к сожалению, как говорится, против лома нет приема. Паладинычу на это было глубоко пофиг. Ну вот про что я и говорил. Опять же, не хватает бурстового дэмэджа, которого нет, только питомца взрывать. Но в этот раз решил его съесть подхилиться, потому что у меня полхп уже улетело в трубу. Такой, думаю, ладно, окей, сейчас у него есть шанс меня как-то попрессинговать. Но он решил почему-то этого не делать. Вот он что-то там в чат пишет, уже, видишь, не нравится ему. Не нравится ему наш геймплей. А кому понравится? А вот только так и играть. Только так и играть. Тянуть время, выигрывать ресурсы и по морали давить своего противника на паладинах таком. Быстрой победы для него здесь точно не будет. Это я вам гарантирую. И гарантирую ему во время боя. Он уже начинает нервничать. Он уже начинает пригорать потихонечку. Ему уже не нравится наш поединок. И я могу его понять. Я его понимаю. Именно поэтому я продолжаю делать то, что делал. Убегать от него, лосать постоянно, пытаться там через дотки как-то его дамажить. И в идеале, ну вот Пэта, опять же, возле него не держать. Не хватает мне пока что отстан. Решил не взрывать его почему-то, не знаю. Решил не взрывать Пэта в этот раз. Хотя предыдущие два раза я это сделал. Ну да, здесь опять же, главное не давать паладину вампириться об вашего питомца или об вас. Потому что если он до вас доходит, он тоже начинает вас автоатачить и регенит себе хпшку. Мы этого позволить не можем. Если паладин начинает сам от вас убегать и пытаться через вспышку света себя прохиливать, просто под ноги ему кидаете лужу. Опять же, не стоит подходить в упор. Кидаете лужу. Он хоть себя и хилит, но вы все равно наносите дополнительный дэмэдж за счет лужи. Плюс на нем, скорее всего, висят ваши дотки и издалека пытаетесь с ним разыгрывать. Когда откатывается зеленка, вот тогда можно подойти в упор, потому что тогда он не сможет хилиться об вас печаткой. Под зеленкой печать не работает и он не вампирится. Данный стан я уже решил затринковать. Не хочу ему давать возможность особо со мной сражаться в милишной дистанции. У него заканчивается фридом, а я постоянно пытаюсь его замедлять. Прыжок питомцам, но он его феряет. Поэтому не получается именно комбинацию провернуть особо. Но я чувствую, как он устает от нашего сражения. Я чувствую его слабость в его глазах, в его движениях. Он уже не тот, что раньше, не тот паладин, который заходил на этот поединок. Зеленка, взрыв питомца. Бэйм. Взрыв прошел. И вот сейчас у паладиныча осталось-то не так уж и много хпшечки, всего лишь 30%. Мана тоже не фуловая. И он начинает от меня убегать. Опа! Чувствую силу! Мои глаза налились кровью. Соответственно, вот он был под дотками. Начинает хили со вспышкой света. Я туда закинул, соответственно, ему лужу, чтобы он, опять же, дополнительный дэмэдж получил. Но в упор все равно не хочу подходить. И вот сейчас он клацает фридом. Я понимаю, что он ко мне будет бежать и упарываться у меня. Нажимаю на него кровавую метку, чтобы сейчас он меня не пробил. Потому что, видите, он нажимает в меня стан. Но кровавая метка все еще на нем висела. И особо-то толку от того, что он до меня добежал, как-то пробил, нет. Плюс у меня через 3 секунды уже откадаешься зеленка. Я могу снова гриппать его к себе в упор и снова под зеленкой с ним разыгрывать. Можно, конечно, подождать кэдэстана, чтобы еще зеленкой попробовать его задоджить. Но, опять же, у меня есть еще и незыблемость льда при этом. В общем, тут надо по ситуации, конечно, работать. Я не особо еще много опыта имею в таких дуэлях, когда ты за гибриды играешь против паладина. Я не особо понимаю момент силы, когда нужно прямо в него упарываться. До этого я еще не дошел. Но ничего. Скоро мы прочувствуем всю эту мощь. Маны у него осталось 1300. Тысяча маны у него осталось. На фридом он потратил. Но, опять же, у него постоянно откадышивается спелл на регион маны. И он может просто в это время себе ее восстанавливать довольно солидно. Бета я снова взорвал. Не хочу, чтобы он об него хилился, чтобы он об него вампирился. Осталось 500 маны. Паладил еще 1500 маны. Все, он нажал печать на регион маны, видимо, да? Не вижу. Не вижу их. Не вижу. Нет, печать у него на регион хпшке все раки. Нажимаю зеленку. И он вынужден от меня отбегать. Ну, или, по крайней мере, он не может хилиться, если меня бьет. И вот такой вот бой между нами происходит. Постоянно. Душно. Постоянно. Тяжело. Паладин хочет до меня дойти, и я не хочу его к себе подпускать. Потом, когда я хочу до него дойти, он от меня начинает убегать. Я хочу его подстанить пэтом, взорвать пэтом, но он пэтом его феряет. Станы мои тринкуют. И так далее, и так далее. Видите, бесконечная суета, бесконечное противостояние. Грипп его к себе поближе, чтобы, опять же, его продамажить. Но, когда я грипп его к себе в упор, паладин начинает хилиться автоатаками. И в этом проблема, потому что не хватает дэмэджа пробить его издалека, а в упорыч он начинает себе лицо регенить. Но, опять же, у него-то третья категория и шмот довольно приятный. У меня шмота нихрена нет. Поэтому и дэмэджа не хватает. Если бы у меня была сила раскачана раза в два или в три выше, я бы ему такие куски отрывал ликами смерти, кайлами, что там можно было бы спокойно, да, уже, просто на дистанции с ним находиться, в ближний бой не подпускать, вообще по возможности, и издалека расстреливать. Это было бы возможно, да. Моем текущем гирю особо на это надеяться не стоит. Довольно забавная, конечно, ситуация, да. Накидываю на немоту, чтобы он там ни фридом не кастанул. Побольше постоял в центре. Опять же, диспелл он не может нажимать, пока на нем немота висит. Опа! Кикнули кастик. Раз уж я в упор подошел, то можно и кастик кикнуть. Сейчас взяли подстанье, взорвать питомца, так и делаю, отлично. Перфекто! Ай, не хватило все равно доли секундочки, видели? Заферял моего пета, он не успел взорваться чуть-чуть. Но, тем не менее, он потратил на это время, он нажал бабл, у него уже, по сути, нет его основной кнопки, основного сейва. И это для нас хороший значок, значок, значок хороший, да, вот так вот. Хороший знак для нас. То, что бабл он потратил, сейчас можно уже доигрывать. По крайней мере, одну жизнь мы из него выбили, осталось выбить вторую жизнь. И в этом основная проблема. Ну, как-то он угас, что ли. То есть, сначала бой он довольно активно проводил, пытался там меня прессинговать, бегать ко мне постоянно. Ты на сюда и под фридомом на меня нападал. А сейчас, смотри, уже особо-то и не хочет он со мной в быту заходить. Постоянно бегает, и если уж я сам мог себе гриппу или сам к нему подхожу, тогда он все равно сражается, да. Но в его планах ко мне подходить почему-то не присутствует такого действия. Только сейчас он на это решился. Но, опять же, стан он мне не закинул. Хотя мог, на самом-то деле, в моменте это сделать. Сейчас я грипп его к себе и нажимаю незыбку. Тем самым я задоджил его стан. Вы можете увидеть, что оно у него на кулдауне. Он меня хотел застанить, типа открыли, сейчас забрустить. Но за то, что я нажал незыбку, у него это не получилось. Он нажимает фридом, я на него нажимаю кровавую метку. Сейчас в идеале его зарутать как-то максимально, да, замедлить и пытаться издалека расстреливать. Вот прямо сейчас тот самый момент, когда нужно его уже добивать. Поскольку он потратил свои крылья, он потратил свой бабл. Сейчас нужно подставить пэтом, пэта взорвать. В идеале хватит. Хватило времени. Пэт взорван, 2000 хп, осталось полуденчика, 1500 хп, дожимай, добивай. В упор не подходим. В упор не подходим. Даже сейчас, когда у него осталось мало хпшки, особенно сейчас не стоит к нему подходить в упор только под зеленкой. Все, зеленка откадешилась, и я могу спокойно подойти в упор, потому что, опять же, повторюсь, под зеленкой он за счет своей печати не вампирится. Накидываю не моту, и все. Паладинчик сдается. Наша победа. Ну, долгая такая битва. Долгая. На характере. Ну, не знаю, максимально такой степенный, спокойный, вообще не активный и не зрелищный, что ли, геймплей. Но только так играть. Только так играть за гибрида. У нас нету каких-то вариантов, чтобы, знаете, там, показать скиллушечку. Такого нету. Быстрые бои тоже. И это не про гибридыща. Поэтому, да. Тут хотел дотянуться гриппом, но мне не хватило все-таки дистанции. Я хоть и подстанил вара, но гриппом не достал. И я понимаю, что не хочу я давать ему рвок все-таки даже на старте. Поэтому просто отправил на него питомца, чтобы он немножечко его там подамажил, какую-то хпшечку ему там поснимал. Опять же, вот, накинул туда лужу, кинул туда ракетку, и все. И стою, жду, стою, чили. У меня там силарун понемножечку регенится, стан скоро откэдэшится, и можно будет еще раз попробовать. А ярость у вара, наоборот, сейчас уйдет в минус, если он ничего не будет делать, если он в бой со мной обратно не войдет. На самом деле, это варычу нужно ко мне идти. Он это понимает, поэтому нажимает на меня все-таки рывок, а я от него просто отхожу. Все, это весь наш стиль боя против варыча. Либо гриппаете его к себе сами изначально. А если понимаете, что он потратил ваши рывки, свои точнее, то просто можно от него убегать. Накидываете дотки, накидываете в него койл, замедляете через оковы, замедляете через лужу, которая за счет удара чумы раскидывается под ногами у вара, и все, и убегаете. Опять же, отражение заклинаний вы можете снимать с него своим киком, незыблемостью льда. Это лучше взрывать на доп дэмэдж. Если нажимается вихрь, вы нажимаете незыбку, если нажимается вихрь, вы нажимаете стойку льда. Но я, кстати, изначально бегаю в стойке льда, потому что, опять же, повторюсь, у меня шмот вообще минимальный, у меня устойчивости очень мало, и если у меня кто-то там решит упороться резко, то он меня может серьезно пробить. Поэтому лучше все-таки мне побегать в стойке льда. Опять же, я не рассчитываю здесь на быстрые поединки, поэтому стойка анхолика мне здесь в этом не особо поможет. Особенно против вара. Против вара это ему нужно в меня упарываться, и ему нужно максимально быстро проводить бой. Чем больше идет бой, для меня это выгодно, в общем, если я бегаю в гибриды. Ну и в целом, если я бегаю в ДК-шнике против вара, долгие бои это то, что нам нужно. Варыч как-то, я не знаю, то ли не осознает своей печальности бытия, то ли не хочет, то ли он в тильте. Не знаю, что с ним такое, но опять же, он в меня почему-то не упарывается, он просто терпит. У него уже пол-ХП натерпелся. Но, видимо, сейчас он понял, что ему не стоит меня отпускать. Видите, начинает замедление накидывать, там рывки свои. Ну и сюда, начал играть. Начал играть, начал упарываться. Но он только опоздал немножечко, мне кажется. Опоздал минуты так на две. Потому что нужно было это делать, когда он был фуловый, а не когда ему 50% ХП уже снял. Он клацает свой сейф, в него бить смысла нет. Все, видите, посмеялся надо мной в чатике. Вот, видите, не выдерживают противники. Это душный геймплей, это неприятный геймплей. Это гибрид ДК, пацаны. Побеждаем противничков не силой, не бурстом, а выезжаем их на характере. Ну все, он потратил свой деф, он потратил свой хил. Сейчас просто немножечко подождать, можно еще раз, когда у нас откадешится питомец. И опять же упарываться воина. Но он ошибается. Он сам от меня убегает. Ему делать это вообще абсолютно не стоит. Первую помощь он решил нажать, пока стоял под лужей. Тоже ошибка с его стороны. Ну, в общем, я просто ждал КД Пэта. Пэта нажимаю, чтобы призвать. У меня Пэта, я не знаю, багается и не призывается. Это просто капец. Других слов даже не подобрать. Сегодня мы уже второй баг встречаем. Первый баг был с Савухом и Пиларом. Вот там сейчас, где Варстый, помните, да? Он в меня нажал Тайфун и не откинул меня. А я пытался у него нажать оковы, но опять же тоже не мог из-за невидимой стенки. Хотя мы друг друга видели по факту. А была невидимая текстурка. Первый баг и вот сейчас второй баг. Я нажимаю призыв питомца, а он, видимо, начинает призываться в Пиларе внутри. Из-за этого призыв не работает и у меня просто на КД уходит способность. Классно, да? Вообще прикольно работает. Последняя попытка от воина в меня как-то упороться, меня как-то пробить. Но опять же у него это особо не получается. Я взрываю питомца, на нем висят дотки. Он нажимает отражение. Под отражение можно нажимать либо кик, либо, кстати, грипп можете нажимать. Если вы нажимаете грипп в отражение, то не вар к вам притягивается, а вы притягиваетесь к вару. По сути, одно и то же. Поэтому, да. Если воин нажимает отражение, и вы на дистанции далекой находитесь, можете нажимать просто хватку смерти. Спокойно. Эффект будет идентичный. Как говорится, нажал грипп, но есть один нюанс. Ну и все. Дожимаем вара. Тут без лишних проблем, без лишних хлопот. А вот следующий бой против Чакича. Ферал Друидыча. Надо будет максимально неприятно и максимально больно. Потому что фералы, как известно, дамажат солидно, хилятся мощно, мобильность имеют вообще. Если не лучшую, то одну из лучших в игре. И при этом, если они гирнутые, как и этот ферал. Этот ферал очень даже гирнутый. То, я не знаю, шансов как будто бы изначально очень мало. Потому что просто на вас висит одна дотка, и вы от нее уже гниете. Просто неимоверно и максимально больно. А пробить фералыча у меня, по крайней мере, здесь не получится, потому что мне просто не хватает гира. Ну вот видишь, я в него кастую, кастую, что-то там нажимаю. Ему вообще по барабану. Он 80% хп имеет. А на мне висела всего лишь одна его дотка, одно его кровотечение, и у меня уже улетело полхп. Я там все свои хилы потратил. Захватрун пару раз нажал. Удар смерти поюзал. И так далее, и так далее. Да, посмотри, насколько мне неприятно. Я просто умираю. Да, да, да. Против такой фералыч, конечно, шансов вообще нету изначально. Посмотрите, насколько мне больно. Ну вот в этом и сила. В этом и сила шмота. Здесь съедаю питомца, но даже это мне особо не помогает. Это, знаете, так. Четная попытка просто отсрочить неизбежное. Слишком сильно у него превосходство надо мной. Ну, две кнопки нажимают, я умираю, а в обратную сторону, наоборот, ничего не работает. Дэмэджа по нему мне не хватает. Да и откуда бы ему взяться? Если пета я не могу взрывать, чтобы задамажить фералыча, мне приходится его есть. А дотки и кайлы в данной ситуации фералыча не пробивают. Причем бирсу-то он так еще и не нажимал. То есть, понимаете, насколько мне будет больно, когда он нажмет свои бурсты. Даже незыблемость льда здесь не поможет, как я думаю. Скорее всего, он просто меня может съесть вообще за пару секунд. Не знаю, о чем он ждет, кстати, на самом деле. Я в него уже все нажал. Я нажал все свои сывы, по сути, там вот я и кровавую метку нажал. И пета съел. Все, вот он нажимает бирсу. Я его подстанил, чтобы немножечко, опять же, время не выиграть. Он этот ринканул. Я нажал незыблемость льда. Нажал в него не мотую. Сейчас не скушал, но посмотрите, сколько мне больно против данного персонажа отыгрывать. Но и не вы, и не вы, и пытаемся, и не вы, и пытаемся жить. Как-то здесь мансить, бегать туда-сюда, налево-направо. И все-таки какую-то конкуренцию я могу ему составить. То есть, я думал, что будет гораздо хуже, на самом-то деле. Я думал, что он нажмет бирсу, в меня упорится и прямо очень серьезно пробьет, изничтожит, поскольку, опять же говорю, кровавую метку я уже потратил. Незыбку я, конечно, нажал. Но я думал, что под незыбку он меня все равно сможет пробить. Но нет. Но нет. Незыбка плюс стойка льда все-таки дала мне какое-то время, чтобы я мог похилиться. Я бы мог пожить. Допустим. Хорошо. Это приятно осознать, что все-таки ваншоннуть он меня особо не может. Держим Чахища на 50% хп. Он, кстати, еще и в панде играет. У них там паралич имеется. Прикольная кнопка дополнительная для, опять же, Фералыч. Но я не знаю. Как по мне, все-таки, наверное, созвездие ночного эльфа будет более эффективное для друида, нет? Поскольку он может дополнительный стан на тебя нажать. Что лучше, один дополнительный стан или паралич? Я бы брал стан, потому что ты можешь все-таки под этот стан бить. Под паралич ты бить не можешь. Но, опять же, ладно. Для 1х1, может быть, паралич все-таки попрофитнее будет. Я-то в основном рассматриваю игры 3х3, там и Солоку. Там бы я брал на эльфа 100%. А вот в 1х1, возможно, панды симпатичнее выглядят. Немножко затянулся на сбой. Я думаю, что если бы он в меня прям упоролся, прямо сильно и конкретно, он бы меня мог уже давно пробить. Но он как-то решает играть тоже более циевого, аккуратно. Не прям, знаете, вот в один конец упороться и сломать мне лицо. Нет, он решил довольно степенно, по-хирургически, меня вырезать. Как самурай, знаете, миллион бесконечных маленьких порезов на теле мне делает, оставляет, и я все слабее и слабее, и слабее, и слабее. Но у меня, кстати, уже откатывается. Низыблимасельда, и, по сути, если он еще раз нажмет бирсу, то вот я не знаю, хватит ли мне возможности ее пережить. Не уверен, что в моей ситуации стоило вот после того, как он бирсу потратил, да, продолжать бегать в стойке льда. Но просто я не знаю, как я могу стойку льда переключить. Вы видите, насколько мне больно? Я, кстати, ему 3000 хп в моменте оставил. Мне под стойкой льда постоянно приходится хилиться, и я не вывожу дамаг от этого фералыча. Если бы я был в стойке анхолика, то мне было бы еще больнее. Возможно, он бы меня уже убил, если бы я был в стойке анхолика. И вот сейчас, смотря на это, не уверен я, что это был все-таки мой вин кондишен. Потому что, да, я не умираю, но и противничка я так же не могу пробить нормально. Возможно, если бы после того, как он прожал бирсу, и я бы себя там подхилил, нужно было перейти стойку анхолика и попытаться в него все-таки упороться и как-то дожжать. Потому что, да, в стойке льда фералыча пробить максимально тяжко. Он прыгнул ко мне через гроб, через текстурку. Нашалить. Как он это сделал? Магическая кошка. Магическая панда. Поймал фуловые руты, тринковать не хотел, потому что, опять же, он мог в меня просто накинуть какой-нибудь циклон тогда сверху или еще что-нибудь. И, по сути, тринкет бы я отдал в никуда. В это время фералыч захилился. Ну да, да. Если бы у меня был гир побольше, если бы бегал в стойке анхолика, возможно, я смог бы его пробить. Я думаю, стоило попробовать. Стоило попробовать спекнуться в анхолию стойку и после берсы дожать фералыча. Да, мне было бы больно. Да, мне было бы максимально неприятно. Но у меня, по сути, не было других вариантов, потому что в стойке льда не пробивается данный чувачок. Не пробивается. Вот эти уроды я уже решил тринкнуть, потому что 10 секунд стоять и просто смотреть, как он хилится, это было бы печально. Откадешивается у меня кровавая метка. Могу еще чуть-чуть повольше пожить, если я на него нажму данный спелл. Залетает смерч, но на нем висят дотки, его бьет питомец. По сути, смерч не такой уж и неприятный. Здесь я почему-то решаю не нажимать кровавую метку, хотя стоило бы. И, видимо, это была моя роковая критичная ошибка. Меня фералыч уже здесь доедает. Продолжение следует...